Распаковки от Ксюшки! Всем большой привет, друзья! Добро пожаловать на канал! И сегодня мы с вами распакуем вот такую красотку. Это Энгл с серией Лайтс. Мы с дочкой очень хотели в нашу коллекцию эту экстравагантную красотку. На инстаграм страничке Лоломания как раз проходил на нее конкурс. Мы решили принять участие. Вдруг повезет. Шансы были невелики, так как желающих получить эту куколку было очень много. Но, как вы поняли, удача нам улыбнулась. И вот теперь она у нас. Огромное спасибо Соне и ее маме. Помимо того, что они с мамой активно ведут инстаграм, у них еще есть ютуб канал SS, на котором вы можете посмотреть распаковки новинок игрушек и интересные челленджи. Они так же, как и мы, обожают куколок Лол, коллекционируют их и часто проводят конкурсы в своем инстаграм. Ссылочка на инстаграм Сони и ее канал будут внизу под видео. Для начала мы рассмотрим все самое интересное на коробочке. У кукол этой стены коробочки маленькие. И всего 15 сюрпризов. Если вы помните, то я уже распаковывала куколку Дазову из этой же серии. В розовой желтой коробочке. У Энглс почти вся коробочка розовая. А внизу в ее стиле написано Энглс. Кстати, имя Энглс приводится как уголок. Ведь не зря эта красотка выглядит так необычно. И сильно отличается от своих подружек. А что потому, что прототипом для создания образа Энглс и сестренки Шейпс послужили картины художника Питера Мандриана. Вот одна из его картин. Они многим так понравились, что модельеры даже решили создать похожее платье. У этих коробочек есть также красивые неоновые ручки. У Энглса она розовая. На обратной стороне текст, в котором куколке нам предлагают присоединиться к вечеринке. Ну и сами куколки. Вот наш Энглс и Дазов. Ее сестричка Шейпс. Давай же быстрее, спокойная сестру. Ладно, ладно, Шейпс, сейчас. А здесь у нас картинка с фокусом. Если подчинуть за стрелочку, мы сможем увидеть, как выглядит наша куколка. Такая красотка. Давайте же ее скорее откроем. Обалдеть! Я просто в шоке. Какая она классная. Она такая яркая и квадратная. Щелочка у нее стрижена не так, как на фото. Волосы мягкие, но сильно залачные, как сосульки. Но это не страшно, мы все равно ее потом помоем. Тут наклеечка с ее портретом. Чехольчик с одеждой в стиле Мандриан. Темно-синяя коробочка с аксессуарами. Обувь, как вы видите, уже на куколке. Давайте же ее скорее достаем из коробочки. Так эта коробочка выглядит изнутри. Необычная лампа из всяких фигур. Гипнотизирующий задний фон. У-у-у! Первое, что я вам хочу показать, ее классный Манниглин. Он разноцветный и в стиле Англис. Но на мой не обращать внимания. Это у меня такой роккельский стиль. У куколки есть еще датуировка на правой руке. Это три полоски. О, господи, это что, брак? Да ладно, я шучу. У нее и правда бритый висок. Выглядит довольно необычно. Высида покрашена белым цветом. Ну а волосы прям всех цветов радуги. Желтый, черный, красный, синий и белый. Челочка сильно залачена. И тоже черно-желто-красная. У нее очень крутые ботинки. А кубаки сделаны из фигур. Турфеля у нее серебристые. И мало кто знает, на ней комбинезон. А под ним красно-желтый топик. Вот все, что было в комплекте с куколкой. Я начну с аксессуаров. Внутри розовый фонарик. И бумажный сверточек. По ощущениям, что это маленькое. Это пара браслетов и серьги. Опять же и фигур. Теперь чехол. Внутри лежала разноцветная куртка-клеенка. Так сразу и не поймешь, что это куртка. Вот так она выглядит на кукле. И вот ее розовая вешалка. Это наклейка с куколкой. Можно так играть, как будто бы другая куколка нарисовала эту куколку. Желтая щасочка и черная подставочка. А сейчас я покажу, как она светится при фонарике. Обалденно, правда? Всем привет! Ну что, настало время критики? Шучу. Сильно ругать куколку не буду. Ведь она наша давняя хотелка. Эта куколка первая смуглянка в нашей коллекции. Мы очень обрадовались, когда узнали о победе в конкурсе. Так как я сама бы, наверное, не решилась ее купить. Ведь кукла очень неординарная. У нее дерзкая прическа. И, как вы знаете, мы с дочкой любим длинные волосы у кукол. Также она очень яркая. Прям как светофор. И ее довольно странный наряд меня тоже отпугивал. Но сейчас, когда она у меня в руках, сложно описать мои чувства. Кукла просто невероятная. Те, у кого уже есть куколки LOL ONG, знают, что они очень тискательные. Их приятно держать в руках. В общем, мнение кардинально меняется, когда вы видите куклу вживую. Но, к сожалению, у всех есть свои минусы. И первый минус – это одежда. И имею я сейчас в виду ее куртку. Выполнена она из разноцветной клеенки, которая сейчас набирает огромную популярность. Модельеры шьют из нее платье, пальто и даже обувь. Выглядит это все, конечно, круто. Но, чтобы вы знали, куртка с трудом налезла на куклу. Она явно была ей мала. Если бы вместо куртки шел плащ, было бы намного лучше. По поводу самой одежды. На кукле и правда комбинезон, с которым нужно обращаться очень аккуратно. Потому что лямки туго снимаются и одеваются. И они смогут легко порваться при игре. Ну а под низом у куклы топик. Наряд, скажу, под честному мне не очень понравился. Эти лаковые черные вставки при ближайшем осмотре выглядят слишком неряшливо. И кажется, что они вот-вот рассыпятся. Было бы намного лучше, если бы вместо этих лакированных тесемок пришили атласные ленты. Черные полоски выполнены из лакированной ткани, наподобие той, с которой я сшила пальто для спек. А желтые и белые вставки – это гладкий трикотаж. Красные и синие – уже клеенка. Ее туфли просто бесподобны. Мне они очень понравились. Так же, как и ее аксессуары. Ну и отдельно стоит выделить ее шикарный разноцветный маникюр. Волосы. У куклы, на удивление, довольно густая прошивка. Ведь одну половину головы прошивать не нужно. Все сконцентрировано на второй. Волосы мягкие, но присутствует лак и пыль. Хотя и не так много. Правда, при расчесывании меня ждал неприятный сюрприз. Когда я провела по волосам пару раз расческой, вылезло несколько прядей. Надо было, наверное, сначала помыть голову кукле. Мне как-то писали в комментариях, зачем мыть голову кукле. Отвечаю. Во-первых, у куклы жесткие волосы. И с ней ребенку сложно играть. Во-вторых, у куклы бывает много пыли и грязи от лака на волосах. И такую я точно не дам дочке, пока не помою. Ну вот и все мнение. Кукла Энглс шикарна со всеми ее недостатками. Но я так и не смогла придумать, что же ей сшить. Ведь она такая яркая. Может быть у вас есть какие-нибудь идеи? Обязательно напишите мне в комментариях. Можете также поставить лайк под это видео, если оно вам понравилось. И нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые. Ну все, всем пока. Ставь лайк! И подпишись на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok